Всем привет, дорогие друзья! В этом видео я буду готовить необычную, но простую закуску, которую можно будет подать к столу. И если вам надоели одинаковые бутербродики со шпротами, например, которые очень часто подают к столу, то, возможно, это видео вам будет понравилось и вам оно придется как нельзя кстати. Все ингредиенты, которые нам потребуются для приготовления, перед вами. Это морковь, болгарский перец, грудка, багет и майонез. Справедливости ради стоит добавить, что перед вами морковь уже слегка отваренная, потому что просто сыруя морковь будет слишком жесткой, поэтому нужно минут 10-15 отварить почищенную и помытую, собственно говоря, морковь. Далее первым делом мы нарезаем курицу. Нарезаем вот такими полосками вдоль. Нарезанные полоски посыпаем черным перцем и солью. И перемешиваем все это дело тоже после этого. Теперь берем, нагреваем сковородку и выкладываем нашу курицу. Сковородкой я буду использовать гриль, это не принципиально, можно использовать и обычную. С курицей мы на данном этапе разобрались, теперь она должна остыть, а в это время мы должны нарезать овощи. Это значит, что мы будем сейчас резать морковку и болгарский перец. Давайте приступать. Остывшую курицу нарезаем тем же самым макаром. К имеющейся у нас ускорицы нарезанной добавляем наш ингредиент. Болгарского перца и моркови должно быть примерно в равных долях. Еще раз солим и перчим, уже конечно по вкусу, потому что слишком много будет невкусно и слишком мало тоже будет невкусно. Но если будет слишком мало, то можно всегда добавить. Об этом не стоит никогда забывать. Добротно все это смазываем майонезом. Вот так вот. Куда же нам в кулинарии без майонеза? После того, как мы перемешали нашу начинку, теперь нужно нарезать багет. Багет нужно нарезать под углом. Вот эту вот попку, так сказать, откидываем сразу же. И вот примерно вот такие вот. Тут примерно сантиметра три будет высоты. Такими вот кусочками нарезаем. Проводим вот такую вот манипуляцию. Вынимаем часть мякиша. То есть делаем такую, так сказать, емкость хлебную. Ну главное, чтобы снизу все осталось. То есть можно даже немножко уплотнить. Вот так вот. Как не трудно догадаться, сюда мы будем накладывать начинку. Такие вот получаются чашечки. Теперь накладываем получившуюся у нас начинку. Как можно больше. Самая главная цель наложить. Она немножко разваливается. То есть чем меньше у вас будут кусочки, ну тоже надо знать меру, чтобы не получилось прям кажется, тем она будет устойчивее держаться на хлебе. Поэтому получаются вот такие вот штукенции. Главное не брать очень большие куски, потому что просто в рот запихать будет неудобно. Вот такие вот бутербродики получились. Довольно-таки необычно. И вкус на самом деле поражает. Очень хорошее сочетание болгарского перца с жареной курицей и с морковкой. Прямо на самом деле ум отъешь. Всем спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх. Расскажите друзьям и подписывайтесь на канал. До новых встреч.